В Иркуте в самом разгаре кампания по забою оленей. Мероприятие началось, когда окончательно замерзли реки, что позволило оленеводам беспрепятственно пригнать многотысячные стада на убойный пункт. О том, как проходит забой оленей в этом году, расскажет Марина Иванова. Бригадир Василий Хозяинов пригнал только половину стада, вторая на подходе. Пути провел около суток. Время к забойному периоду, все время стараемся, где-нибудь поближе к городу быть уже, чтобы ближе было гнать. А так мы мигрируем в север, в южный побережье Карского моря, и до сюда вот так идешь, в осень идешь, идешь, ждешь, пока заморозки пойдут. Олени, как цыплят, по осени считают, говорят оленеводы. Сколько в той или другой бригаде останется голов, выяснится только после окончания просчета. Это сортировка стада или выбраковка, как говорят оленеводы, когда бригадиры определяют, кому из животных предстоит пойти под нож. Сортируют оленя в корали. Сильных, хорошо прибавивших в весе, с красивыми ветвистыми рогами оставляют в стадии. Снега мало, кусты мертвые, получается, чем больше оленя гонишь, тем быстрее он ранит ноги. И вот, получается, выбраковка идет из-за этого. Четыре из семи бригад хозяйства оленевод уже пригнали свои стада. Всего же в нем 18,5 тысяч голов. У нас план в этом году на забой 5-100 вместе с частным поголовьем. Но в этом году снега мало очень, упитанность не теряет, так что думаю, что показатели будут высокие. Увеличивать поголовье, как раньше, сейчас в хозяйстве не собираются из-за нехватки пастбищ. Еще не улажен конфликт с частниками, которые претендуют на земли ПСК «Оленевод». Марина Иванова, Елена Царанова, ТВ Галу, Воркута.